ПЕРСИДСКИЕ КОШКИ В 17 веке европейские путешественники вместе со специями и драгоценными камнями контрабандой вывезли персидских кошек из Персии, современного Ирана. Персы – одна из самых старых кошачьих пород, выведенных где-то в начале 17 века. В течение столетия они украшали королевские дворцы Франции, Италии и Англии. Персы были любимцами английской королевы Виктории и Флоренс Найтингейл. Они либо ты зящ, но лечатся на мебель и, как бы говоря, посмотрите на меня, это есть. Специалисты полагают, что современные персы – потомки этой кошки, Телли Слебика, до сих пор встречающиеся в Африке и Азии. В 19 веке эти кошек экспортировали в Соединенные Штаты, и с тех пор они стали самыми популярными кошками в мире. Кошки этой породы лучше всего известны, наверное, своим неповторимым лицом. У торсидской кошки очень крупной головы и совершенно беззащитный вид. У них невысокое плоское вытянутое ширину лицо, брови, нос и подбородок должны быть на одной плоскости. Персы приземистые, широкими и сильными лапами, потому что они любят твердо стоять на земле, в отличие от прыгучих сиамских кошек. Самая яркая черта кошек – это их роскошность. Шерсть у них длинная. Самая длинная из всех кошачьих пород, она состоит из длинного подшерстка и, собственно, шерсти. Персы невозможно не приласкать. Так их хочется подойти и запустить пальцы в его роскошную шерсть. Это просто изысканные существа. У Ренел Джуман три персидских кошки – Крейзи, Клоэ и Моника. Данил профессиональный кошачий грумер в Южной Калифорнии. Хозяева кошек нередко бреют своих персов. Как только перс переступает мой порог, у меня сердце замирает. И если все это сбрить, получится целая груда красивой шерсти персидской кошки. Наверное, грех это не использовать для изготовления каких-то вещей. Итак, Данил позаимствовала подруге прялку и превратила шерсть персов в золото. Я научилась прясть кошачью шерсть, прекрасную, гладкую, шелкогистую нить. Данил решила сделать сумочку из остатков шерсти перса одной из своих клиенток и просто поразил ее своим изделием. У нее не хватило слов, чтобы выразить свое восхищение. Успех первой сумочки привел к созданию бизнеса сумочки из кошачьей и собачьей шерсти. Я делала сумочки для заказчиков отовсюду из Соединенных Штатов, Канады, а также Англии. Изготовление сумочек – дело нелегкое. Сначала кошку тщательно моют. Некоторым из них это нравится, другим нет. Затем их сушат феном. После этого мы избриваем шерсть. Для изготовления сумочки обычно хватает шерсти от одной стрижки. Это делается не только для того, чтобы получить шерсть для пряжи. Кое-кто считает, что это дешевый способ ухода, и так шерсть не будет спутываться. Я беру шерсть и прочёсываю ее. Потом из ниток вяжу сумочку. Данел допускает, что кому-то это занятие может показаться странным. Мы называем их люди «Ох». По-моему, это нелепо. Я всегда думаю о кошке, как о домашнем любимце, а не о сумке. Сумка из кошки страшновато. А еще есть люди, которые считают, что это круто. Мне кажется, идея с сумками отличная. Мне они очень нравятся, симпатичные. Мне от них совсем не страшно. Довольные покупатели с готовностью платят от 45 до 400 долларов за эти подарки на память, сделанные и на заказ. Это Чарли. Это сумка Чарли. Она имеет для меня огромное значение, потому что, когда наступит время усыпить его, мне останется сумка в память о нем. Я просто обожаю свою сумку, потому что Снелли Кэд для меня все на свете. Она мой ребенок. Я все время помню, что сделала для кого-то сокровище, которое будет напоминать им о своем любимом коте. И я не перестаю радоваться тому, что участвую в этом. Возможно, этих кошек так обожают, потому что они любят где-нибудь отдыхать по всему дому. Их называют диванами-подушками. Эти мурлыковичи-ангелы прекрасно уживаются с другими кошками, собаками и детьми. После нескольких поколений разниженного образа жизни, они совершенно беспомощны на улице, поэтому их всегда следует держать в помещении. Их нельзя упускать из дома. В доме кошки живут от 12 до 14 лет. Средний срок жизни у личной кошки всего 4 года. Персы живут от 15 до 20 лет. Они подвержены поликистозной болезни почек. В почках образуются кисты, разрушающие ткани, что ведет к почечной недостаточности. Прожено 40%. Наверное, вашей кошке надо регулярно проводить ультразвуковое обследование. Нелегко поддерживать шерсть перса в хорошем состоянии. Если же нервно не расчесывать им шерсть, она спутается. Некоторые предпочитают полностью состригать ее, делать так называемую львиную стрижку. Обязательно обращайтесь к квалифицированному грунеру, работающему с кошками, потому что у них очень тонкая кожа. Совсем не такая, как у собак. Она гораздо нежнее, ее легче поранить. Если стричь под самый корень и слишком грубо обращаться с ними, в результате можно повредить кожу. Если вы собираетесь делать львиную стрижку, непременно держите кошку подальше от солнца. Естественно, когда они подвергнутся воздействию солнечных лучей, которым не очень-то привычны, у них могут возникнуть ожоги и все такое прочее. Нельзя выпускать кошек на улицу, известно, что персы совсем не охотники, они не могут противостоять собакам. Они ужасно ленивые, спокойные кошки. Персы страдают от болезни почек. Их нужно чесать каждый день. Раз в полгода их уходом должен заниматься профессиональный кошачий грумер. Они любят играть на публику. Это идеальные, дружелюбные, семейные, домашние кошки.